К нашему эфиру присоединяется оперная артистка, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации, очаровательная Мария Максакова. Мария, здравствуйте, рада вас видеть. Рады приветствовать. Взаимно, здравствуйте, Володя, здравствуйте, Алексей, рада вас видеть. Мария, ну вот как так случилось? Певиц в Российской Федерации много. А вот почему удолено и резко даже во время войны получается свое состояние приумножать? Почему она в фавору, к Путину попала? Как так случилось? Купается в славе, в доверии. Что происходит? Ну, вероятно, она еще ему очень подходит по росту. Ведь, знаете, не все способны поместиться в это прокрустово ложе, чтобы по сравнению с метром пятьдесят быть еще на голову ниже. Но я вам хочу сказать, что у меня был такой забавный, ну, теперь уже забавный эпизод лет десять-двенадцать назад. Тогда мне стало, конечно, страшно. В общем, произошло такое вот событие, столкновение с Долиной в лифте. Ехали мы в этом лифте с ней вдвоем в Кремлевский дворец съездов, то есть на площадку, где расположены гримерки. И вот туда-то она пришла, соответственно, вот, так сказать, без грима. Я подумала, что то ли ее недавно эксгумировали, то ли она сама выкопалась. Потому что страшнее, вот, действительно, мало что можно вот такое себе вообразить. У меня вот как бы мысли какие? Ну, лифт-пусан, да? То есть с собой нету ни серебряных пуль, ни осинового кола. И вот я только подумала о том, что, в общем-то, смогу воспользоваться в крайнем случае сумкой, которую я, наверное, успею не впихнуть в рот, чтобы она, не дай бог, меня не укусила, потому что страшнее всего, конечно, что это заразно. В первую очередь начинаешь думать о том, что, не дай бог, вот такое может произойти нечто с собой. Ну, слава богу, укуса не было. Я, отдышавшись, значит, вышла на шестом этаже и стала, соответственно, жаловаться, что, дескать, такой вот со мной страшный эпизод произошел. Мне тут же стали говорить, что это далеко не только со мной страшные эпизоды происходят в лифте с Ларисой Долиной. Оказывается, не так давно она застряла в, ну, будучи где-то там на гастролях, то есть вот такой же ЧОС-тур, где она с губернаторов получает какие-то большие, значит, гонорары. Вот там она тоже застряла в результате блокаута на 45 минут в лифте. И все запомнили ее благодаря отборному мату. Звонила она при этом из лифта, потеряясь приемную Медведева, так как она еще и член его совета по культуре. Вот такое существо, которое за всю свою богатую творческую деятельность, наверное, уже лет 70 как, не произвела ни одного хита, кроме бессменного, главней всего, бабло из фонда. Но должна вам сказать, что когда на нее смотришь, понимаешь, что еще при жизни вот это эксгумированное существо, видимо, обращалось весьма удачно к эстетической хирургии. И ей смогли как-то примонтировать, пришить какой-то просто роскошный жабий рот, которым она извлекает все эти звуки. И также, вероятно, в комплекте достался и вот этот липкий язычок, которым она выхватывает вот эти вот бюджеты, о которых вы говорите. Причем, наверное, благодарность она оставляет совершенно незабываемый поцелуй, уж не знаю на какой глубине. И, наверное, этим она и занималась с Медведевым, а теперь уже, видимо, перешла по наследству к Путину. Но с каких-то там уже давних довольно-таки пор она внесена в черные списки у всех этих губернаторов и мэров именно за свой сварливый характер, за ненависть ко всему вообще живому. Она испепеляет все, что может. И, в принципе, понимаете, если она куда-нибудь заявится не накрашена, ей говорить не надо, еще раз подчеркну. Там и так становится настолько страшно, что просто душа в пятки уходит. Ну и нынешние ее образы, когда она, видимо, еще к вот этой вот незаурядной наружности добавила деменцию, пенсионерка просто надевает теперь памперс поверх леопардовых лосин и в таком вот виде приходит на фотосессию. Ну кто же ей может возразить и в чем? Тут вот и парик не надела, лысая сфотографировалась и тоже потребовала похвалы. Но те губернаторы и мэры, которые уже изрядно шатаются, все-таки ее иногда приглашают в силу того, что она, как им кажется, может замолвить за них где-то словечко. Ну опять, они ее еще раз позовут, опять ей что-то заплатят. А вот за это бы она шепнула своему патрону-людоеду Путину, что вот какой-то там губернатор ее хлебосольно и радушно принял. Но, как вы видите, и сам патрон ее не обижает, так как уже перебирать приходится, понимаете, из немногих, все лучшие уехали. Это после отъезда Пугачевой возомнила себя примадонной российской сцены. Так она уже, то есть самовыкопавшись, теперь еще и самоназвалась. И надо сказать, что этот, ну как это называется, сорняк, вот этот сорняк, такое растение, борщевик, по-моему, да, вот если он самоназовется хрупкой розой, не знаю, насколько убедительным будет такая вот точка зрения. Само мнение, конечно, изаурядное, и надо сказать, работоспособность тоже. То есть она и ее вот эти человеческие качества обсуждаются на всех каналах, потому что, например, похитив из семьи первого своего мужа, причем он там похоронил маленького ребенка, она ему родила, так и дочь, но как только она от него ушла, видимо, получив все, что возможно, дирижера и, по-моему, даже джазового композитора, дальше она меняла уже своих бас-гитаристов в качестве мужей, а вот Тааму запретила общаться с дочерью и о том, что у него родилась внучка, он тоже узнал из интернета. Он очень жалобно ходил по разным эфирам и уговаривал, упрашивал ее, чтобы она дала возможность встречаться ему с дочерью-внучкой, но она непреклонна, она этого, конечно, ему не позволила сделать, и надо сказать, что в этом смысле она очень последовательна. Когда Путин бомбит ее родную Одессу, и там на еврейском кладбище похоронены ее родители, как-то ее это тоже совершенно не задевает, но трудно сказать. Опять-таки, если она сама выкопалась, то, может, при жизни были бы другие эмоции, но надо вспомнить и то, что при жизни, в конце концов, ей не удавалось никогда покинуть национальные пределы. То есть эстрада, вся ее и попса, и вся эта луженая жабья глотка, она была всегда ограничена границами Российской Федерации. Как ни старалась, дальше ее никуда не пускали, несмотря на всю эту работоспособность и так далее. Причем извлекает звук, она довольно грамотна, и делала это всегда грамотно. То есть еще следствия джазовых времен, но это какой же должен быть тембр от природы, чтобы при грамотном извлечении звука все же он так отпугивал вот этот утробный стон, чтобы абсолютно за все 70 лет своих попыток она так и не смогла выступить на какой-то достойной зарубежной сцене, всегда была ограничена, ну вот, этим террористическим консорсумом под названием Российская Федерация. Мария, вы упомянули Пугачеву, да, и что Долина себя самопровозгласила ее наследницей, наверное, она уже в своих мечтах и превзошла Примадонну, а в травле Пугачевой она участвует в этой информационной? Я думаю, что в интригах она участвует, наверное, она не делает этого публично, но она, скорее всего, зубоскалит где-нибудь за спиной. Но тут, знаете, как сказать, то, что зубоскалит она за спиной, и то, что зубоскалит за ее спиной, это вот ей бы услышать. Говорят, что там, когда она смотрит в зеркало, и кто-то ей говорит, что будто бы ей 35, не больше, она уже, видите, верит в эти листивые речи до такой степени, это ж надо было потерять рассудок, чтобы поверить, что ей 35, при том, что в зеркале поговаривают, она уже и вовсе не отражается. А, соответственно, вместо Пугачевой вполне теперь сгодится, и даже, как вот вы сказали, наверное, в ее воспаленном мозгу ее уже даже превосходит. Но тут я бы хотела подчеркнуть не только роль Пугачевой, как смелый и такой известный не благодаря партийному или какому-то там продвижению, а благодаря своему таланту певицы, и при этом еще хотела бы обратить внимание на то, сколько хитов у Аллы Пугачевой, в отличие от Ларисы Долиной и с ее погодой в доме. Понятно. Интересно, конечно, вот какой вы видите судьбу Ларисы Долиной и всех остальных примкнувших из певческого цеха в ряды пропагандистов после этой войны? Я вообще не вижу никакой перспективы или будущего не только у них, но и вообще у всей вот этой страны, как вы выразились, я ее уже страной назвать-то не затрудняюсь, какая у них перспектива? Ну, вы понимаете, конечно, они занимаются пропагандой. Безусловно, они чернорота поддерживают преступления путинского режима, размазывая по себе коллективную ответственность. Каковы последствия юридические лично для Долиной? Сейчас трудно просто вот забегая вперед говорить, но очевидно совершенно, что они все предстанут перед трибуналом, и рано или поздно их всех ждет скамья подсудимых. Да, Мария, нам главное их всех не забыть. Нам главное их всех не забыть, чтобы они потом не растворились в информационном пространстве, всех держать на карандаше и показать, чтобы неповадно было следующим поколениям их поспешников о том, что режимом служить это дело опасное и неблагодарное. А вам, Мария, мы говорим громадное спасибо. Как всегда были очень рады видеть знаменитого оперная певица Мария Максакова присоединялась к эфиру телеканала Freedom. Приветствую вас, друзья и не другие. С Марией Максаковой я виделся всего один из шансов. Ровно 10 лет назад, в июне 2013 года, она приходила в студию программы Правда 24 с каким-то оперным певцом из Греции. У них был там проект, пиарили мы это выступление. Пристроила я, кстати, заодно тогда котеночка. У нас традиция такая была. Мы приютских животных представили в программе Правда 24. Как сейчас помню, ураганчик его звали, и мы его назвали по-гречески. Уже сейчас я вспомню, как по-гречески ураганчик. Но котенок ушел. Впрочем, песня совсем не о том. Песня о певице Максаковой. Она тогда в программе сказала, что, мол, ничего она не умеет, кроме того, как петь ртом. Ничем другим заниматься не будет. Лучше бы вы, Мария, так и продолжали петь ртом. Не идет вам в политику. Не идет. Когда вы начали петь? Я начала обучение музыке в три года. Занималась по классу фортепиано в школе, прикрепленной в московской консерватории. И выпустилась из нее в 17 в качестве пианистки. Начиная с 15 лет, у меня появилась мысль, благодаря моей бабушке, которая оказала на меня большое влияние. Я хотела делать что-то столь же важное, что и она. И это стало для меня основным моментом. Я люблю до сих пор, обожаю свою профессию, и тогда я решила петь. Я стала певицей. А теперь-то все не так. Это мой-мой жизненный принцип, это мой-мой фирменный стиль, не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Еще раз. Это мой-мой жизненный принцип, это мой-мой фирменный стиль, снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Мария Максакова, если возьмем как образ Марии Максакова, принадлежит такому высокому жанру, да, можно так сказать? Ну, сейчас, мы уже еще опозорю фамилию, что ли? Нет, нет, я имею в виду, наверняка же Мария Максакова была когда-нибудь с похмелья.